С вами Николай Пивненко в проекте Даты. Сегодня 31 декабря. И у родившихся в этот день в 1514 году появляется на свет Андреас Визалий, бельгийский ученый, основатель научной анатомии. В 1550 году Генрих Гис, французский герцог, один из организаторов Варфоломеевской ночи, глава католической лиги. Он претендовал на королевский престол, за что и был, судя по всему, убит по приказу короля Генриха Третьего. 1865 год. В этот мир приходит Василий Иванович Белавин, Тихон, патриарх Сеяруси с 1917 по 1925 год, ныне православный святой. В 1880 году родился Джордж Кэтлет Маршал, американский генерал. Он предложил в 1947 году программу восстановления послевоенной Европы, так называемый план Маршала, Нобелевская премия мира 1953 года. В 1930 году рождается Анатолий Кузнецов, актер, более всего нам известный по фильму «Белое солнце пустыни». В 1933 году родился еще один известный советский актер Семен Фарада. Ну а теперь о событиях этого дня. Начнем с 1695 года. В Англии введен налог на окна. Реакция была вполне естественной. Чтобы не платить, жители их просто заложили кирпичами. Инспектор считал только окна, которые выходили на улицу. Этим объясняется странная архитектура фасадов многих домов и не только в Англии. У них практически нет оконных проемов. Хитроумные владельцы пользовались в основном внутренним двориком и садом. Вы не поверите, но налог на окна в Англии отменили только в 1851 году, то есть полтора века спустя. 1869 год. За несколько часов до нового 1870 года английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд после шести лет безрезультатных раскопок на западе Малой Азии все же обнаружил, к югу от Измира на семиметровой глубине руины седьмого чуда света легендарного храма Артемиды Эфесской. Известная своими размерами ширина 50 метров, длина 109, 127 двадцатиметровых мраморных колонн в два ряда и великолепием скульптуры великих Проксителя и Скопаса, живописные панно, святилище богини Плодородия было заново воздвигнуто на месте еще более древнего храма, который сожгли в 356 году до нашей эры печально известным гиростратом. Но с торжеством христианства пришло в упадок и новое сооружение, а с падением Византии его вовсе растащили на стройматериалы. То немногое, что осталось, разрушили еще к тому же и землетрясение. 1902 год. В Москве премьера спектакля по пьесе Максима Горького «На дне». В тексте изображена группа обитателей ночлежного дома для неимущих. Постановка пьесы на императорской сцене в Петербурге была запрещена. Ее разрешали к постановке только в Московском художественном театре режиссером Немировичу Данченко и Станиславскому, который также исполнил одну из центральных ролей. Спектакль имел потрясающий успех. Вызывали без конца режиссеров, всех артистов и, наконец, самого Горького, который, естественно, стал героем дня. 1938 год. В Индианаполисе городское управление полиция официально утвердила разработанный доктором Роллой Харгером прибор, который называется «дранкометр» или «алкоголеметр» для определения по выдыхаемому водителям воздуху состояния его алкогольного опьянения. 1968 год. Испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, который тремя годами позже, летом 1971-го, произвел невероятное впечатление на организаторов и гостей Международной авиационной выставки в Париже. Для демонстрации возможностей советской птицы разработчики отправили самолет из Москвы в 9 часов утра и в это же время в 9 часов утра он приземлился в столице Болгарии. Разница во времени с Софией 1 час, поэтому он бесследно исчез. 1975 год. Элвис Пресли устанавливает рекорд «Непревзойденные поныне». Он получил за один концерт в Мичигане 800 тысяч долларов. Хотя, кто знает, корпоративы, они, знаете, разные бывают. 1976 год. Премьера телефильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Фильм показан в новогоднюю ночь 1976 года и с тех пор считается одним из самых культовых фильмов отечественного кинематографа. Многие сцены стали чуть ли не классикой, а реплики героев навсегда ушли в народ. 1992 год. Выступая по московскому телеканалу, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый, он же последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что теперь он полностью отвергает социалистический выбор и считает коммунизм утопией. 1994. Последний раз имя Фрэнка Синатра появляется в списке 20 лучших исполнителей США Великобритании. В первый раз его имя было включено в список 28 мая далекого 1955 года. И все эти годы оно неизменно там присутствовало. 1999. Борис Ельцин выступает днем по телевидению с заявлением, что он оставляет пост президента страны. Исполняющим обязанности главы государства с полуночи становится Владимир Владимирович Путин. Ну и еще об одном событии. 1699 год. В России впервые готовились отметить Новый год на европейский лад. Указом Петра праздник переместился с сентября на январь. Диковином было и то, что счет времени теперь надлежало вести не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Вместо 7208 года на Руси наступал 1700. Еще 20 декабря 1699 года русский царь Петр I подписывает указ о переходе России на новое летосчисление. До 15 века на Руси не было единой даты начала нового года. Он начинался не с января, как в настоящее время, а с 1 марта, как в республиканском Древнем Риме, или с 1 сентября, как в Византии, по юлианскому календарю. Положение изменилось в 1492. Официальной датой для нового года становится 1 сентября в соответствии с церковным календарем. Само же празднование представляло из себя скорее церковную церемонию, чем народное гуляние. В Кремле проводились церемонии о начатии нового лета на летопровождение или действие многолетнего здоровья. Начиналась служба, митрополиты, архиепископы, епископы и другие духовные лица подходили по двое с поклоном к царю и патриарху. После службы патриарх обращался с длинной здравственной речью к царю. После окончания действия царь уходил на обедню в Благовещенскую церковь. Ужасно не любивший всякие официальные пышные церемонии, Петр своим указом отменил весь этот порядок и повелел отмечать Новый год на европейский манер. Согласно этому указу, 1 января 1700 года следовало украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями по образцам, выставленным в гостином дворе. В знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием. На Красной площади был устроен фейерверк, пушечные ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. Почти все, как сейчас, хотя и с некоторыми изменениями. Но традиционно одно – поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть он принесет нам новые имена и события, которые только украсят историю всего человечества. С Новым годом, друзья! Ура! С вами был Николай Пимненко в проекте Дата.